всем привет блендер 290 в этот раз давайте посмотрим вот в прошлой прошлом ролике вот такая вот получилась анимация если делать рендер здесь вот анимации на 2 с лишним секунды нам нужно теперь все это дело ну как сказать доработать да так смотрим что у нас тут в прошлый раз получилось удаляем вот эти кадры мы потом добавим вот 5 и так это 3 6 выделяем оставляем 8 следом у нас выходит 14 оставляем и потом оставляем 20 теперь до 26 тоже вот эти два кадра пока удаляем и после 26 нам нужен 34 кадр это получается здесь уже у нас три кадра добавочных так 34 у нас был и и теперь 42 так вот так вот все это дело сделаем оставляем 40 какой у нас тут вот выходит так 34 и вот эти два кадра долой так это делит keyframe смотрим теперь что это у нас за кадр 43 и здесь у нас получается вот 47 так на каком он бросает все это дело это здесь уже дублированные шли кадры так давайте вот эти кадры пока тоже удалим делит кейфрейм и оставляем вот 47 этот кадр оставляем а вот этот кадр какой у нас выходит 43 так его мы дэвид дэвид делит кейфрейм и вот этот кадр 46 переносим g на 42 g 42 кадр ставим пока 42 кадра чтобы не путаться enter и вот теперь что нужно сделать нужно сделать нормальную анимацию до выйдет выбираем все вот эти кадры и чтобы первый кадр попал у нас на 17 жмем g и уводим его первый кадр на 17 кадр так это вот здесь щелчок левой кнопкой мыши теперь у нас получается кадры значит 17 24 30 36 42 тут у нас 50 50 а здесь у нас получается 58 ставим 58 кадров пока enter и под корректируем их теперь вот у нас теперь будет дольше идти анимация сначала мы делаем анимацию так вот поближе чтобы допустим вот нам нужно сделать какой-то сюжет и он у нас по анимации укладывается по ключевым кадром ну допустим в 25 кадров до или в 30 вот мы все это дело делаем а потом уже ставим вот этот ползунок 58 допустим на первый кадр и можно с вот еще растягивать или уменьшать их ctrl z давайте вот эти сейчас пока подкорректируем и так первый кадр у нас 17 второй должен у нас получаться 25 g растягиваем вот этот так сказать вот эту вот часть где он опускается длиннее делаем теперь у нас 31 выходят кадрах тоже здесь растягиваем g 31 получается на один кадр делаем длиннее перетаскиваем словом еще на один кадр а 17 не трогаем теперь 36 у нас должен стать 37 так 42 должен стать g 51 вот эти вот выбираем это он должен стать 51 вот это вот часть теперь так это вот он подъем замедляется здесь все будет медленнее так все происходить нормально пардонте сейчас будем корректировать еще это 31 у нас вот это 31 вот это у нас правильно 37 это у нас выходит 51 правильно так и тут остается у нас два кадра 59 и 67 этот у нас выходит 57 теперь g должен стать так control z выбираем 59 он должен стать 57 51 51 так и остается здесь вот у него идет напряг такой вообще и получается у нас 67 кадр должен стать 65 джи назад так control z g65 вот и ставим 65 кадров пока 65 так вот у нас анимация уже будет допустим так 25 это было 45 в прошлый раз кадров это две с лишним секундой ну две секунды это 24 кадров получается 44 и один кадр там чуть чуть длиннее две с лишним секунды здесь у нас прибавляется так 10 20 30 40 еще считай секунда вот три секунды раздвигается у нас именно момент от этого подъема опуска потом у нас идет подъем вот так вот давайте добавим теперь первый кадр еще чтобы здесь не было пустоты так добавляем первый кадр первый кадр изменим руки опустим вниз так это джи это р английская и джи еще немножко кверх так и немножко приблизим к телу вот так ну и с этой рукой поступим так же припускаем джи отводим ее вот сюда в бок и перекручиваем так ну и от ноги чуть-чуть наверное джи отведем и руки как бы повесим расслабленное состояние так вот вот так вот можно еще ключицы немножко и как бы припустить ну и опять же руки еще немножко чтобы повисли что-то в таком духе пишем а и локрот смотрим что получилось опять косточки можно отключить и вот у нас уже он руки поднимает и вот можно еще этот кадр переделать этот 17 ну а так в принципе ничего здесь вот потом можно еще как-то добавить наверное движение тела руки поднимаются и чтобы он как как-то наверное чуть-чуть отогнулся назад что ли его и голову как бы к верху вот таким вот образом и блок рот переписываем 17 кадр и вот уже он и ребра движутся у него уже как-то более он нормально стал так 25 он опускается давайте просмотрим эту анимацию и добавим еще какие-нибудь кадры где-то раздвинем где-то переделаем так ну вот будем сбоку смотреть вот так и вот уже пошла у него напряг такой видно что ему тяжеловато вот он поднимает и она падает так если мы добавим вот перемотаем timeline вот этот и попробуем подобавлять какие-то кадры так вот 17 добавляем 19 это а и блок рот добавляем 21 и 23 а и блок рот так давайте посмотрим что получилось он должен мягче начать все это дело опускаться вот увидите что уже мягче он пошел живее стал так более-менее так что теперь нам нужно нам нужно теперь между двадцать первым и двадцать пятым тоже через один добавить именно кадры так вот 25 у нас выходит и вот от 25 получается у нас 25 и 28 кадр попробуем теперь вот что сделать так это 21 у нас он опускается на 25 на 25 вот руками берет гриф теперь нам нужно вот это тот сделать переносим вот эти два кадра это g на 31 один вот так вот так вот так вот этот кадр 34 давайте пока ставим из 25 по 31 добавим покадровку вот эту здесь у нас выходит 27 и 29 добавляем а и блок рот и 29 а и блок рот так теперь смотрим вот 31 у нас основной из 31 теперь вот здесь вот по 37 должно быть добавляем 33 и добавляем 35 на 33 вы видите что он напрягается а на 35 если так если вот этот кадр удалить здесь делит кейфрейм вот он уже будет вытяжку давать так прописываем а и блок рот и здесь получается 33 кадр а и блок рот смотрим с 31 что он тут нам покажет как и что ок acerca 25 RICHARD 0 0 0 0 0 0 Ничего, по-моему, не добавляется. Вот идёт как бы упуск. А вот здесь нужно добавить будет. С 51 по 57 тоже через 1. 53 добавляем AI LockRot. И 55 добавляем AI LockRot. Так, что у нас остаётся теперь? 57, да? Ну и тут добавляем через 1. 59. AI LockRot. Так, G 59. Теперь 61. Первый AI LockRot. И добавляем 63. AI LockRot. Вот такая получается анимация. Так, а вот здесь вот можно ещё от 1 до 17. Немножко подкорректировать. Так, это значит он руки опускает. Здесь у него руки идут на подъём. На 10. А мы поставим на 5. AI LockRot. И поставим на 10. И LockRot. Вот так вот. Можно здесь больше, конечно, добавить движения. Вот на 17 вот этих кадров. Там можно, чтобы он чуть-чуть там руками развёл. Где-то что-то плюнул там. По сторонам посмотрел. 17 вот этих кадров в принципе хватает. Так. Ну вот он поднимает. И можно вот эти вот кадры. Так вот. Вот здесь уже на 10. Так. Или, наверное... Так, что у нас с 17 кадром. Итак, вот у нас теперь вот такая анимация. Здесь можно на 17 кадров ещё как-то больше, наверное, всё-таки добавить движений. Будет медленно поднимать руки. Здесь вот он опускается чуть быстрее. С 17 по 21 кадр. Потом у него идёт опять задержка. Здесь вот кадров нет. И потом опять побольше кадров выходит. Так. Ну и надо всё это дело закончить. Так. Ставим 30. Здесь вот он поднимает. И давайте здесь вот на 65-ом. Вот на 65-ом. Чуть-чуть его переделаем. Голову немножко R пониже. Что ещё можно ему добавить? Так. Чуть-чуть R голову перекрутить. И немножко, наверное, G ещё больше его подсадить. Ну, типа, тяжесть-то давит. Угу. Ну, где-то так. И попробовать перекрутить кисти. Вот вместе со штангой. Так. Тройка на нампаде. И R. Так. Ctrl-Z. Вот эту косточку через Shift я выбрал. Её не надо. Выбираем штангу опять. Выбираем кисти. Тройка на нампаде. И крутим только R кисти со штангой. О! Так. Теперь это дело чуть-чуть пониже. И чуть-чуть поближе именно к душе. К груди. Так. Теперь. Наверное, всё-таки голову назад. Побольше. Вот так сейчас будет толчок. Угу. Локоть немножко. R. Так. Вниз. Ну и этот локоть тоже немножко вниз. Так. Вот как-то. Пишем A и LOKROT. И давайте теперь на 75-м сделаем толчок кверху. Так. На 65-м тогда позвоночник нужно выровнять. Потом сделать немножко приседания. Так. Тройка на нампаде. Чуть-чуть G вперёд. И G его вот так вот выровнять. Пишем A и LOKROT. Следующий выходит 75-й. Толчок должен быть. Выбираем опять же вот эти косточки. Кисти. Теперь делаем тройку на нампаде. G. Поднимаем. Так. Чуть-чуть выравниваем как-то вот. На вытянутую руку. Вот так. Теперь таз выбираем тоже. G. Делаем ему приседания. А вот эту ногу отводим назад. И колено G перекручиваем вперёд как бы. Вот так. А и LOKROT. Ставим 75 кадров. И смотрим что получилось. Так. Здесь у нас. 51 кадр. Кости пока видимость отключим. Боком. Чтоб видно было его напряг. И смотрим. Так. А вот здесь почему-то кость ушла. Так. Теперь подставляем вот эту косточку, штангу. Ровно вот так вот с помощью мов. В руки ему. Семёрка на нампаде. Р. И немножко подкручиваем. И немножко R ещё одной рукой, чтобы как будто тянул. А и LOKROT. Ну вот здесь уже нормально. Ну вот здесь уже нормально. Нужно, чтобы... Так. Кисти тут нормально. А на 55-ом кисти натягиваются. Вот это тоже не есть хорошо. Давайте ещё немножко его R. больше опустим. И G немножко в коленях согнём. И голову теперь R перекрутим как бы вот кверху. А и LOKROT. Так, 57-ой кадр. Тоже руки сильно натянутые. Нужно больше опускать таз. И голову опять же перекручиваем кверху. А, и LOKROT. Смотрим, что получается. Вот он тут напрягается. Теперь вот так он поднимать не может, конечно, ровно. Давайте выберем вот эту косточку за позвоночник, который отвечает. И здесь у него уже пошёл напряг на пояс. Именно на кишки, которых нет. И попробуем теперь поближе штангу подтащить. Во. И G чуть-чуть и вот так вот. А, и LOKROT. Так, теперь пока проредим немножко. Здесь у нас выходит 61-ый. Так, здесь руки тоже напряглись. Это получается 57-ой DELETE KEY FRAME. А сюда поставим вот этот кадр. 55-ый G на 57-ой. Так, всё нормально. Смотрим 75-ый кадр. Смотрим первый кадр. И теперь первый кадр давайте Shift-D скопируем где-то на 80-ый. и поставим 80 кадров. Так, смотрим, что вообще, что получается. Play. Вот он напрягается, ноги задвигались, руки затрепыхались, прогиб. Ещё один прогиб. Так, а вот здесь вот хорошо бы было поставить, как будто он роняет её. Так. Смотрим. Так, и поставим больше кадров. Давайте 85. Ну, чтобы не быстро он переключался опять на подъём. Так, и вот здесь вот где он поднимает. Вот здесь, где отрыв уже идёт. Слишком быстро он поднимает. Так, вот здесь пошёл подъём. А вот здесь давайте расширим. Побольше кадров добавим. Вот так. И немножко заторможенностью здесь поставим. Всё нормально. И вот рука ушла. Нужно немножко перепрописать руку. Так. Или штанга ушла. Или рука. Так, давайте штангу перепропишем. А сделаем вот так вот. Наклоним и напряг на одну руку ему сделаем. Вот так вот. Ну, вот нормально. А и блок рот. Тогда вот этот кадр, где пошёл толчок, давайте G перетащим подальше. Вот так вот. Вот он задержался немножко. Вот здесь вот пауза. И вот теперь он толканул её. Так, это вот сюда. Вот раз. Искривление, задержка и толчок. Ну, где-то в таком духе. Что ещё тут можно добавить? В начале ничего, а вот здесь вот можно, наверное, ещё как-то что-то подкорректировать. Вот так вот. Так, вот эту часть он должен держать. Дольше держать. А эту тогда 84 кадр. Давайте ещё дальше оттащим. И поставим. Сколько тут у нас выходит? 97. 97. Ну, опять же, чтобы штанга долго не падала. Так, вот этот кадр. Shift D делаем и дублируем его, чтобы он дольше держал его вверху. Так, а это что за кадр? Так, 79 я и продублировал. Делит кейфрейм. Вот 79. Shift D. Shift D. Непонятно. Тогда вот эти кадры пока удаляем. Делит кейфрейм. Он всё равно бросает. Это как понимать? Перепропишем A и LOCK ROT. И вот этот кадр появился какой-то. Делит кейфрейм. Вот теперь нормально. Теперь 79. Shift D. Копируем. Пускай подольше подержит. Вот сюда на 85. И немножко его давайте выровним. Выбираем тазовую кость. Выбираем штангу. Выбираем руки. Через Shift. Тройка на нампаде. И G. Он выравнивается вот так. А это где нога? Тройка на нампаде. И G. Вот так нога должна быть. А. И. LOCK ROT. Теперь вот этот кадр. Значит, если этот переписан. Ставим 80. Shift D. На 85. Так. Вот здесь перепрописан. Я ногу не допустил. А. И LOCK ROT. И здесь нога тоже подвешена. G. И LOCK ROT. Вот эти вот мелочи тоже нужно с разных сторон смотреть. Чтобы ничего не пропускать. Так. Ну, а теперь он должен штангу бросить. И бросать он ее будет от себя. Так. Выбираем. Тазовую кость. Выбираем все вот эти косточки опять. Тройка на нампаде. R. Перекручиваем G. Припускаем. И пишем. А. И. LOCK ROT. Так. А здесь уже. Штанга должна упасть. Тройка на нампаде. G. Она падает. У него голова R перекручивается. И руки опускаются. Так. Так, и таз чуть-чуть вперёд теперь. А, и локрот. Смотрим, что получилось. Держит, держит, всё пошла она падать. И вот здесь, где она упала, нужно добавить ещё кадры. Вот так вот. А, и локрот. Чтобы мягче это всё дело было. И задержечку в кадрах ставим, давайте 100 кадров. Смотрим. Ну вот что-то в таком духе. Так. Здесь можно ещё 45 кадр добавить. Для мягкости. А, и локрот. 48-й, а и локрот. Ну и 40-й тоже, а и локрот. Вот что-то в таком духе. Вот такая анимация. Ну а теперь рендер. Так, что тут? Что тут? Ещё раз проверяем, чтобы нигде казусов никаких не было. Так, вот этот кадр ещё, 65-й, G. Сюда перетаскиваем. И 67-й тоже поближе сюда. А здесь-то будет задержка. Во. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Сим